Ну что, дорогие друзья, несмотря на то, что Гранд Туризма 7 со временем потеряла свою актуальность, я уверен, что есть еще настоящие гонщики-спортсмены, которые ждут продолжения. Поэтому мы тихонечко продолжаем проходить кафе в Гранд Туризма 7. Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на продолжение прохождения кафешечки в Гранд Туризма 7. И, друзья, сегодня, ну, во-первых, по началу, для начала, точнее, пожелаю всем приятного аппетита куша, всем приятного просмотра. Сегодня очень интересный день, потому что сегодня, друзья, вернется та самая легенда, которая запала в душу многим. Ну, я думаю, что если вы посмотрите верхнюю часть экрана, вы уже поймете, о чем идет речь, потому что нас сегодня ждет с вами, друзья, азиатский чемпионат, который называется Азия-Океания. Короче, чемпионат Азии-Океании. Значит, требуется рейтинг автомобиля 600, нужен японский либо из Южной Кореи автомобиль, национальная лицензия, и, собственно, автомобиль должен быть дорожным. Все у нас есть, и, конечно же, друзья, этот самый автомобиль, это Prius. И тут, перед тем, как мы... Это мы сейчас будем заново наблюдать вот эту вот красоту, да? Ну, мы просто ее уже видели в предыдущей серии, и, я не знаю, нам еще раз покажут. Наверное, уже нет, потому что уже пока... Уже все, уже все посмотрели на эти японочки, JDM, вот эти вот штучки всякие, Skyline, Supra, вот эти RX-ы красивые, замечательно, все нормально. Но у нас, друзья, есть Toyota Prius, которая, я уверен, что сейчас должна в моих руках просто аккуратненько нагнуть все остальные машины на треке и занять первые места. У нас три гонки, соответственно. Начнем мы с первой на Tokyo Express. Блядь, скорость тут, конечно, решает, друзья, но я постараюсь. Так, давайте проверим параметры машины. Значит, у нас гоночные мягкие установлены. Друзья, я извиняюсь очень сильно за то, что я там... Я не знаю, как это происходит. Я вот вроде стараюсь свою внимательность развивать, но, в общем, в одной из предыдущих серий я в дождь поехал, купил дождевые покрышки, но в итоге их так и не поставил. Поэтому, в итоге, если даже будет где-то дождь, хотя в комментариях написали, что в этом чемпионате дождя нет, мы должны Prius еще раз попробовать уже на дождевых покрышках. Но тут сухо, тут все отлично, поэтому настоящий слик, который сейчас позволит просто приклеиться Prius к дороге. И, конечно же, друзья... Ой, как прекрасно, как прекрасно, как охуительно просто. Вот просто давишь на газ и знаешь, что этот автомобиль простит тебе все. Впишется в любой поворот, и тормоза хорошие, и вот, блядь, ну вот проект просто на миллион долларов, блядь. Так, аккуратно, смотри, просто газику... Тихо... Нормально, вписался, вписался. Civic Type R просто, чувак, там едет такой, в заднее зеркало смотрит, типа, что за хуйня сзади приближается? Это Prius, блядь! Это Prius, который реально может. Друзья, если мы реально выиграем этот чемпионат на Prius, я охренею. Потому что вы понимаете, да, что скорость, как бы, ну, нормальная. 220 для Prius это хорошо. Слушай, как он тормозит, ты посмотри, как он тормозит. Ты посмотри, как он себя ведет в поворотах. Там просто GR-86 новенькая. Только вышедшая, блядь, выехавшая из салона, такая, типа, блядь, глазками моргает, такая, что за херня происходит-то вообще? Это Prius! Блин, я забыл, сколько у нас пробег на Prius? Так, тихо-тихо, чуть-чуть притормаживаем. Как он вруливается! Супра! Ты, конечно, легенда, но позволь, позволь, просто подвинься, просто подвинься. Так, какие-то тут дженезисы, блядь, Г-70, еще какая-то залупа подзаборная. Ну-ка, давай-ка, двигайся, блядь. Так, аккуратно. В принципе, неплохо. Сколько у нас кругов? Три круга. Нормально. Десятая позиция уже у нас. Нам придется очень сильно попотеть, потому что я не думаю, что этот чемпионат будет легким, друзья. Так, пока прикатываемся, присматриваемся, где можно реально на газу проходить. Бля, как просто вариатор вывозит это все. Тут же реально у нас и повышение мощности произошло все-таки, какое-никакое. И машина немножечко, скажем так, преобразилась. Ну как она вруливается, это просто нереально. Гоночный Prius! Как вообще мне пришло это в голову идеи, я не понимаю. Но он реально может. Конечно, вот на такой трассе ему пиздец сложно, потому что я говорю, количество прямяков это не его конек, но мы компенсируем все в поворотах. На скорости 180 км в час мы просто проходим играючи все эти повороты. Чувак, вот Симон, блядь, просто в шоке, нахуй. Реально. Симон, у тебя, конечно, очень красивый 32-й Sky, но... Ой, 33-й, прошу прощения. Можно... Нет, давай ты не будешь меня блокировать. О-о-о-о! В сторону, блядь, отлетел! Он аж в сторону просто отлетел! Он понимает, с чем он связался, блядь. Так, ну-ка. Я просто поглядываю, все ли нормально с записью. Так, аккуратно. Я мог бы этот поворот, конечно, пройти более агрессивно, но они очень сильно оттормаживаются, а вот на прямяках мне тяжело раскочегаривать эту херню. Давай! Ну, блядь, смотри, он все-таки быстрее. Видите, вот... Увы. Увы, в таких местах... Увы, в таких местах... Я поглядываю, что все было в порядке, потому что гонка... Сегодня гонки будут очень напряженные, и я слежу за всем, но главное следить за дорогой, потому что так, он оттормаживается, я делаю это чуть позднее, по внешечке, по внешечке. Небольшой коса... Блядь, а вот это уже было больно. Ну, а как по-другому, друзья? Немножко агрессии никто не мешает. Лемур какой-то! А, Ленур, блядь! Ленур впереди на 350... На 370Z, если я правильно вижу. Да-да-да, это не 350Z. Так. Друзья, главное верить в себя. Главное ехать... Блядь, как же это странно. Еще полтора круга, я не знаю, какие у меня шансы. Конечно, лучше ехать с липстримом, потому что... Но, друзья, давайте так. Даже если я собираюсь реально пройти этот чемпионат именно на Приусе, я понимаю, что нам очень интересно... Блядь! Просто сопоставляю это с реальной жизнью, это очень жестко. Даже если здесь сейчас мы займем, как бы, так скажем, не первое место в первой гонке, не нужно сдаваться, блядь, жопу закинуло, сейчас было опасно! 240! Почти 250! Охуеть! Тормозим, 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 тормозим! Лексус, Лексус, Лексус! 350Z! Чуть-чуть коснулся, отремонтирую! Блядь! Нихуя там справа, сюрприз-то! Справа-то сюрприз... Ну, блядь, да, конечно, с РЦФ, да, это правильно же лексус так называется? Конкурировать на прямых просто бредово. У него, конечно, намного больше мощности, и он на прямике просто улетает. В этом основная проблема. Но! Я пацанчик не из простых. Я построил этот Приус, чтобы побеждать. Поэтому, несмотря ни на что, в поворотах или где угодно, при любой возможности, я догоняю! И даже... Даже обгоняю! Так, отлично! Друзья, шестая позиция. Впереди 350Z, RX-7, Сусвилло и Кокабун. Тот самый легендарный Кокабун перед нами, но даже RX-7, смотрите, она просто улетает вперед, потому что мощности не хватает. Последний круг. Шестая позиция. Очень много прямиков. Так, не пускаем лексус. Оттормаживаемся в этом повороте. Закидываем немножко жопу. Чуть-чуть небольшой удар. Блядь, надо агрессивно, надо агрессивно ехать. Не знаю, получится ли первое место вырвать, но это охренительно. Ехал бы я сейчас на какой-нибудь... На какой-нибудь просто обычной японке, было бы не то. Смотри, 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 смотри. А что? Кап его там каваками, блядь! Кавасаки, нахуй, подожди! Сейчас вот, блядь, сейчас до Нагасаки доедем, потом я схожу по саке, а потом подумаем уже. Ха-ха. Так, ну-ка, тихо-тихо. Хорошо. Нормально. Чуть приторможуем, блядь. Нормально, 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 нормально. Ну, слушай, они тоже неплохо, конечно. Едут. Но по факту, смотри, им надо притормаживать, а мне нихуя не надо. РХ-7, до свидания. Ха-ха-ха. Блядь, хочется все время что-то переключить. Лепесточек, не лепесточек. Но тут все, автоматика, вроде ебатика, работает. Блядь, ну что ж такое медленный ты в поворотах-то, а? Сусвилла, блядь. Да, на прямике улетает. Я надеюсь, что сейчас следующие гонки будут, конечно... Мне хотя бы нужна третья позиция, блядь. Я не знаю, каким образом. Конечно, шансы еще какие-никакие есть. Но опасно, друзья, опасно. Просто газ-палас. Просто газ-палас. На этом прямике, как ни странно, я их догоняю, потому что вот эти повороты, я так понимаю, под газом, они не могут проходить. А я могу. 240. Смотри, что творит, что творит, что творит, что происходит. Так. Думаю, пора. Блядь. Нормально. Вполне. Блядь, если бы не рези, я хер знает, что бы я делал. Вот она, сладкая парочка. Точнее, не парочка, а, блядь, а троечка, но... Вот последний круг. Так, а где у нас финиш? Блядь, не знаю, есть ли у меня шанс их догнать. Вот на этой змейке я, конечно, быстро, силен, умен, но... Чё, Семён? Да, Семён, блядь. Ребят, вам придётся на агрессии ехать. Ну, как говорится, кузовня на приусе приходит и уходит, а вот первое место... Да. Вариатор ебучий. Тихо, всё, не пускаю. Ладно, четвёртая позиция, друзья. Я пытался на агрессии, я ещё повезло, что засейвил. Не пускаю просто их. У меня был шанс, но я переборщил. Блядь, очень опасно. Сука! Я сейчас сушу из него сделаю! Это чё за хуйня? Ты видел, он как сделал? Ты видел, что он сделал? Ты видел, что он сделал? Он просто пошёл на таран. Пятое место. Это, конечно, очень хреново. Вместо... Сколько я мог очков получить? Давай посмотрим. Нормально. Вместо семи очков я получаю шесть. Ребята, это первый раунд. Конечно, Мия Зоно, блядь, на своём WRX Type R такой, ну, как бы, уверен в себе. Пусть как будет, так будет, друзья. Нам нужен второй раунд, мы не сдаёмся. В этом весь интерес. На Приусе в этом чемпионате поучаствовать. Конечно, чисто в теории, если я сейчас займу какие-то первые места, хер его знает. Ну, пусть будет так, как будет, друзья. Я мог. Я мог приехать не только четвёртым, я мог приехать третьим. Я пошёл на агрессию, разъебал свой Приус, потрихтовал его в своём гараже и готов к следующему испытанию. Там только нужно было идти на рис. Других вариантов не было. Так, здесь тоже есть прямячок, но огромное количество поворотов, друзья. Нам нужно первое место. Это мокрый, что ли, блядь? Вроде нет. Я надеюсь, что нет. Пожалуйста, не надо, не надо мне. Вот этого мокроты не надо мне на дороге. Фух. Как бесшумно, как спокойно. Но спортивный выхлоп всё-таки издаёт. Какие-никакие звуки. Прекрасно, прекрасно. Да давай, всё. Мы... Бля, чё, мокро, что ли? Не понимаю. Хуйня какая-то. Мне не нравится, блядь. Дождичек прошёлся как будто. Так. Аккуратно. Давай не спешим. Знакомимся. Нормально. Мы, как бы, смотри, даже на выходе из поворотов, благо до 140-150 мы ещё можем конкурировать, если особенно ещё есть слепстрим. Вообще прекрасно. Немножко не даю... Сейчас ему зайти по траектории. Притормаживаю, захожу. Никого не трогаю. Вообще спокойненько. Агрессивно, но без аварий, без касаний, без ДТП. Так. Тихо, 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 тихо. На нейтралочке. Ну, как на нейтралочке, в смысле, накатом просто. Едем. Так. Слушай, тут совершенно другое кино. Тут огромное количество поворотов, и здесь мне есть где разгуляться. Супра. Не трогаем Супру. Стараемся ехать аккуратно. Чётенько, чистенько. Без каких-либо, конечно, воебонов, повреждений и так далее. Но там, конечно, впереди ребята ускорились и едут далеко от меня. Так, торможу. G70. Ой, какой он тормаживается. Какой он ссыкливый. Сейчас мы вам покажем, как надо проходить такие связки. Так, немножко на траву. Ничего страшного. Зато обошли. Зато без касаний. Всё, мы десятые. Конечно, звучит так себе. Но это только... Я забыл просто какой-то поворот. Да, это, конечно, не очень красиво было, но ничего. Сейчас справимся, друзья. Сейчас немножко подучу заново трассу. Мне нравится, как у него жопа... Жопа прям... Жопа прям закидывается на ура. А перед ком мы как бы мощность позволяют всё это исправить. И вполне себе. Да, конечно, трассу бы подучить. Ну ладно, ладно. Не самое идеальное прохождение. Нормально. Вот тот самый примик, которого мне стоит бояться реально, но... Блядь, слипстрима не хватает, конечно, для большего ускорения. От меня они улетают только так. Надо сейчас компенсировать всё в поворотах. Друзья, первый круг. Ну так, пока непонятно. Так, а что там сзади у нас? Ну сзади тоже далеко соперники, поэтому никто меня не догоняет. Не, ну в целом 200 для Prius'а это хорошо. Это как бы не 160, он нормально идёт. Так. Наверное, пора оттормаживаться. Блядь, как же он, да? Чётенько. Чётенько. Даже иногда просто перетормажу. Мне нравятся тормоза. Единственное, нужно просто помнить конфигурацию трассы и... Вовремя это делать. А так тормоза очень даже неплохие, очень даже... Блядь, как он, как приклеенный просто. Он просто как приклеенный читерский автомобиль. Охренеть, как я догоняю. Просто вы посмотрите на разницу. Посмотрите на то, что происходит в поворотах. Вы просто посмотрите на эту рулёжку. Так, а вот этот, сука, агрессор, блядь. Каваками ебучий. Он едет восьмой, между прочим. Но Мея Сона всё так же первый. Это, конечно, хреново. Потому что мне это, прежде всего, нужно, чтобы он меньше очков получил. Но я думаю, что с ним вряд ли что-то случится. Так, есть ли шансы? Я думаю, шансы есть всегда. Не стоило так на агрессии проходить. Но, ладно, ничего страшного не случилось. Видите, тоже избыточная мощность. Лёгкая машина, передний привод. И на малых скоростях, конечно, морда начинает шлифовать. И поэтому иногда её периодически очень полезно закидывать жопу в занос. Чтобы потом уже в дальнейшем, то есть, как бы... Видите, вот я закинул. Опа, подкорректировал. И главное вовремя нажать газ, чтобы выпрямиться. И всё хорошо. Тоже есть свои хитрости на переднем приводе. Я их прекрасно понимаю. Просто за счёт того, что трасса мне не суперизвестна, не всегда могу это реализовать. Так, ну здесь с ним бодаться, я думаю, смысла нет. Потому что он сам уедет от меня на прямяке. Пристраиваемся и просто не даём шанс РЦФу. Да, восьмое место звучит так себе, но... Так, 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 так. Всяко мы бодрее идём по прямяку. Потому что, я говорю, слипстрим решает гран-туризм. РЦФ, конечно, намного быстрее. Видите, хреново, что у нас финишная прямая. Ну, финишно прямой, короче. Так, я его, блядь, он меня бесит, реально. Ладно, пусть обгоняет. Я сейчас позже отторможусь, чем он. Смотри, 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 смотри. Типа такой крутой. А что ты скажешь на это? А что ты скажешь вот на такое руление? А? Что ты на это скажешь? Блядь, ну тут ребята реально по мощности красавчики, конечно. У меня просто фултюн, грубо говоря, для Приуса. Я, к сожалению, бы с радостью его раскочегарил бы ещё. Но, увы, это всё, что нам возможно сделать. Так, сейчас вот тут мы можем наверстать. Они прям тут реально хреново проходят. А мы вруливаемся просто на ура. Смотри. Просто посмотри разницу. Хорошо. Так. Хорошо. Блядь, что делать-то? Первое место, мне кажется, мне не светит. Я не знаю, мне там придётся, опять же, жёстко блокировать. Не пропускать их. Даже если у меня получится сейчас куда-то вырваться. Смотрите, как меня Скайлайн догоняет. Даже на этом прямике. Так. Хорошо. Вообще, без каких-либо этих самых. Без толчков, без косячков. Придётся опять, смотрите, агрессивно ехать. Но, блядь, этого чувака на первом месте вообще не сдвинуть никуда. Блядь. Грязно, грязно, грязно. Я жопу не дозакинул до конца. Не, это без вариантов, друзья. Это прямик. Не, всё, без шансов. Я напрямую ничего не сделаю. Чуть-чуть мне не хватает. Пятое место, друзья. Я не знаю, что должно произойти сейчас в следующей гонке. Но мне кажется, что даже если я попробую прийти первым, это уже даже не третье место будет, к сожалению. Блин, ну первая гонка могла быть. Могла быть первая гонка. Ну третья. Здесь сложно пиздец, оказалось. Я думал, удастся. Но всё-таки, видите, большой прямик решает. И Приус просто не вытаскивает. Он просто не вытягивает. Я не знаю, что там в турнирной таблице. Давайте посмотрим. Четвёртое место. Так, чтобы получить третье, нам, в принципе, нужна разница. Слушайте, ну есть шанс. Есть шанс. Даже не смотря... А, так я четвёртый пришёл. А, нет, подождите. Я пятый пришёл. Всё нормально. Просто у них там переменная РЦФ пришёл. Не четвёртым, получается, а шестым. Короче, я понял. Там между собойчик такой происходит. Так, если... Сейчас вообще, по сути, нужно минимум первое место. Потому что вариантов как бы нет. Мне нужно реально... Делать невозможное. В принципе, там трасса такая поворотистая. Прямиков там, по-моему, мало на третьем заезде. Нужно хотя бы бронзу, друзья. Я думаю, что это будет достойно. Пока стабильно пятое место. Тоже есть прямики, но в принципе... Ай, блядь. Да. Это не самые подходящие треки для Приуса. Но, друзья, сдаваться мы уже не имеем права. Конечно, у чувака, который едет на импрессе, вообще всё стабильно. Он первый приезжает. Но... Самое веселье у нас. Почему всегда я стартую последний? Конечно, загадка. Но да ладно, блядь. Здесь узкий трек. Вполне нам известный. И учитывая количество там поворотов, всяких нюансов, тут есть моменты для Приуса. У нас есть вполне шансы, друзья. Поддержите лайком. Поддержите лайком. Я реально попробую сделать. Ну, не то чтобы невозможное, но... Каким-то раком я должен... Не знаю, поможет ли мне первое место. Не поможет. Условно, мне, конечно, для полного счастья нужно, чтобы Мия Цоно и Амонако, блядь, пришли какими-нибудь восьмыми, блядь, и всё будет хорошо. Но такого не будет. Они вряд ли ошибутся. К сожалению, в Гран-Туризм очень редко происходят непредвиденные какие-то обстоятельства, что там боты куда-то улетают. Или с ними что-то происходит. Поэтому ждать чуда тоже глупо. Так, я пока не рискую, потому что на Приусе, по-моему, мы здесь ещё не катались. Мы здесь ещё не катались. Да, конечно, в гору очень тяжко он идёт. Блядь, тут такая горная местность, ему мощности этой очень мало. Так, вот, кстати, вот насчёт узких дорог я не подумал, потому что, наверное, бесконтактной борьбы придётся сложно, поэтому придётся потолкаться немножечко. Практически, блядь, как же в горы ему сложно. Он просто едет очень медленно. Так, по поворотам всё хорошо, пока никого не задел. Так, сейчас пока... Блядь, как-то его обойти. Он точно будет притормаживать? Да, я был прав. А мы и не будем притормаживать. У нас всё хорошо. Фу, блядь. Смотри, здесь мы на максималке проходим. Вообще, пиздец, Супра в шоке. Так, здесь притормаживаем, потому что я пока не знаю, как Супра... Да, мы можем намного агрессивнее это проходить. Главное здесь потом остановиться. Не так, конечно. Это уже, блядь, не реалистично. Ну ладно, повезло, повезло. Была бы бимка, пол ебала у Приуса уже бы не было. Вообще изи. Смотри, как он вруливается. Смотри. Смотри, вписался. Охереть просто. Ну да, прямяки тут тоже присутствуют. Без этого никуда. Фу, блядь, я даже не знаю. Вообще, конечно, было бы неплохо... Десятое место вырвать на первом круге. Потому что иначе будет сложно. Блин, ну вот чуть-чуть не хватает. То есть они, по сути, едут-то, может быть, по скорости так же. Просто они намного быстрее набирают эту скорость и поддерживают. Так, все хорошо. Блядь, G70 вообще здесь, конечно, наверное, в ахуе. Он просто на своем седане такой, блядь, куда меня, зачем меня на трек вообще пустили. Но едет неплохо. 3.3 турбо, 22-го года машина. Тормозим. Обходим. Аккуратненько. И... Одиннадцатый пока едем. Ну ладно. Блин, я даже не знаю, что ожидать вообще. Вообще на прямике. Смотри, я даже Генезис не догоняю. Жесть. Я даже не догоняю Генезис. Это, конечно, очень плохо. Хочется... Прям, знаете, есть такая мысль, что, блядь, неужели пора сдаваться? Ну и очень хочется, чтобы Приус показал себя и... Может быть, что-то нереальное произошло. Потому что там связка поворотов... Очень неплохая для Приуса. Очень неплохая. Но видите, что происходит? В гору вообще тяжко. С горы еще как-то она едет, но... Так, вот тут тоже мы можем это сделать намного агрессивнее. И если бы, блядь, ты определенный был, то лево, то право, ты думай головой, блядь, куда ты едешь. Пиздец его шатает. Да я же не знаю, где его обгонять. Он не дает ни там, ни там, блядь, это сделать. Тормозим. Чуть-чуть, наверное, коснулись. Ничего страшного. Переживет в гору, блядь. Давай, давай, кочегарься, блядь. Приус ебучий. Ну едь ты, пожалуйста. Так. Здесь вообще на полном газу надо выруливаться. Смотри, вот, то есть мы... Даже несмотря на то, что едем медленно, но для нас вообще все это не страшно. И даже здесь... Просто, вот, просто залетаем. Просто опасно, но залетаем. Ничего не коснулся вообще. Очень опасный обгон. А вот здесь вот... Здесь, видите, очень хитрый поворот. То есть, как бы, здесь суть-то в том, что... Не то, что я не прохожу, а в том, что... Оттормозится вовремя. И вот наша кучка. Это, конечно, я очень приятно здесь видеть. Потому что они, как бы, недалеко от меня пока что. Потому что скорость небольшая. А вот сейчас, например, я уже... Ну что ж ты не едешь-то, а? Ну, мне даже бесполезно его там как-то таранить. Вот он, пожалуйста, улетает напрямой. Ладно, меня радует, что мы близки. Если я... Я не знаю, что я должен сделать. Как мне их не пустить потом, понимаете? Вот там-то я их обгоню, здесь меня догонят. Даже сейчас, если я как-то постараюсь это компенсировать. Но мы будем бороться. Мы будем бороться, друзья. Третье место в чемпионате. Как же его вырвать? Так. Ну, блядь, потому что нахуй меня траекторию, блядь, не оставляют. Пришлось немножко по траве. Так-то тут дело было не в торможении. Я затормозил вполне вовремя. А вот уже дальше были проблемы. Вот тут вообще пиздец, конечно. Они очень медленно это делают. Ну вот, и большая компания собралась. Которая сейчас будет меня всячески вытеснять за счет своей мощности. Да, сложно. Очень сложно. Очень сложно. Ну, что вот я сделаю? Я же не смогу, блядь, сквозь него проехать. И все, я уперся, а они ускоряются. Повороты да, а прямые нет. Смотри, что происходит. В горы вообще не тянет. Но я постараюсь его как-то заблокать, конечно. Как-то что-то сдержать. Ну и то это максимально бесполезно. Просто, ну вот хорошо, он меня обгонит. Но я же сейчас тебя обгоню все равно, дружок. Все равно же тебя обгоню сейчас. Куда ты тормозишь? Вот нахрена ты? Мне мешаешь, блядь. Пиздец, я засейвил нахуй сейчас. Пиздец, я засейвил. Я же говорю, блядь, ну нахуя он обгоняет? Я не знаю, что я должен сейчас сотворить. Только агрессия, друзья. Возможно, это сейчас уже будет не так реалистично, как хотелось бы. Но я сделаю все, чтобы выиграть. Охо, вот это он интересно сейчас. Поцарапал бочину себе на полном газу. Вообще не боюсь ничего. Сейчас она точно притормозит, а я нет. Кавакаби, блядь, этот едет по траве нахуй. Похуй вообще. Вообще, кто пизды, блядь. До свидания, нахуй. До свидули. Причем чувак первый-то едет. Подожди, Ямонако это кто? Это чувак на чем? Что, блядь? Ты едешь первый? Ну это, наверное, даже может быть. Пиздец, грязь нахуй. Причем тут дело вот... Бля, как вот сейчас всю эту кучку не пустить? Объясните мне, пожалуйста. Я иду первый. Не сказать, что супер заслуженно, но... Вполне адекватно. Нормально. Бля, я не знаю. Они сейчас будут очень жестко... Они сейчас будут очень жестко стараться меня обогнать, потому что мощность несопоставимая. Просто душу. Душу как могу. Пока он один, это возможно. Если их будет больше, то, конечно, будет сложно. Это охвязь, сука. 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 Жри мою гибридную хуйню, блядь. Я не знаю, что сказать еще. Давай, 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 Саня. Давай, 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 давай. Есть шансы. Есть, 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 есть. Главное не вылететь. Аккуратно. Блядь. Давай, 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 да, 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 грязновато, да. Тихо, тихо, не успеет, не успеет, не успеет, не успеет. Делай что хочешь, кавакаби, собаки, макаки, блядь. Ха-ха-ха А-а-а Фуу, блядь, как же это было потно Как же это было потно И что в итоге? Что в итоге-то? Меня радует, что я мяя зона, блядь, четвёртый какого-то хера Что там? Пожалуйста, третье хотя бы место Что это? Первое место-то я понимаю Да! Одно очко! Вы представляете? Если бы я пришёл четвёртый Ой, вторым, уже всё Блядь, я, наверное, так никогда не радовался третьему месту Это пиздец Это просто пиздец Просто пиздец Вы понимаете? Вот если бы сейчас Галло пришёл Чуть-чуть выше на позицию Всё Блядь, шесть Шесть очков, шесть И потом двенадцать И мяя зона просто Ну, мяя зона там, ладно, пофиг как бы, что он пришёл Жесть Ребята, я реально так бронзе никогда не радовался Ну, согласитесь, это немножечко другое Вы сами видели разницу Прилуса по сравнению с конкурентами М3? М3? М4? За что? Не знаю, ну спасибо А, ну подожди, нет Вполне меня устраивает М3 Е46, спасибо большое Блядь Как же я вспотел-то, а? Бля, это было охренительно Местами, конечно, грязно Без этого, к сожалению, никуда Если бы я не агрессировал, я бы ехал как, ну, блядь, такой Вот так вот, бля, ехал бы Хотя потенциал есть Ну, как же он, как же вписывается Я просто не представляю Какое-то чудо Просто какое-то чудо Как он вписывается в повороты Этот Приус, это что-то с чем-то Бля, это было красиво Местами точно красиво Бля, как же это медленно со стороны смотрится Но Давайте просто Я реально, я прям похлопаю Приусу За то, что он помог мне Занять хотя бы третье место Это было очень непросто Я не знаю Вот просто, просто повезло Если бы не первое место в последней гонке Все Пришлось бы заново ехать Уже на другом автомобиле Я не знаю Давайте вернемся в кафе Давайте вернемся в кафе Что дальше, интересно, он предложит Я прям реально подспотел, друзья Это не шуточная херня сейчас была Поздравляю вас с третьим местом На чемпионате Азии и Океании Ваша награда уже готова Заберите ее Спасибо, спасибо, спасибо Нюрбургин конкретно Что? А вот это уже мне нравится Коллекция BMW M3 Нас с вами ждет в следующей серии Это будет интересно Так, а что у нас по поводу подарков? Там же четырехзвездочная херня выпала Ну, естественно, мне выпадет самое хреновое Что может выпасть оттуда И это Вот это мелочь Я прям уже Либо вот это, бля, запчасти, нахуй Турбокит, либо Я не знаю, блядь Ну, типа, тут все сделано так Что это Самая хреновая награда из всех Она выпадает Почему так, блядь, непонятно То есть, ну, как бы Это реально бред Стоп! Сколько объем? Тысяча и восемь восемь семь Кубических сантиметров Вот там вот написано В углу Интересно Ну что, друзья Вот это вот чудо Не знаю, там, может быть, уже масло надо ему поменять Ну, а, нет, смотри, все отлично 56 711 километров Ну, вот тебе и гибрид Едет И едет Очень даже неплохо едет Очень неплохо себя проявляет Друзья Огромное спасибо всем за просмотр Оценивайте видосик Подписывайтесь на канал Субтитры Не забывайте нажимать на колокольчик Чтобы не пропускать следующие серии Оставляйте ваши комментарии Ну и Реально, вот Если хотите как можно скорее новую серию То поддержите лайк До новых встреч Всем удачи И всем пока-пока, друзья